Продолжение следует... Шириной 1 метр. Вот такой вот небольшой кусок клетки с ячейкой 12,5 на 25 миллиметров. И еще более маленький кусок сетки с ячейкой 25 на 50 миллиметров. Значит, смотрите, мы тут напилили заготовок несколько, да, с помощью вот такой вот небольшой болгарки. В хозяйстве у каждого мужчины, я думаю, что такой инструмент найдется. Ничего хитрого в нем нет, да? Значит, заготовка для дна, у нее размер ширина 45 на 52. Вот это 52, оно может быть и 50, может быть 58, 56, как угодно. От этого зависит только длина яйц из сборника, да. Если вы собираете яйца один или два раза в день, то этого вам будет достаточно. Если вы собираете яйца раз в три дня, то можете сделать ее подлиннее. Итак, мы напилили несколько заготовок, загнули край у дна, да. Что за заготовки? Значит, размер 45 на 40 сантиметров. Это наша крыша и дно. Две заготовки. 45 на 40 сантиметров. Из сетки ячейкой 25 на 25 миллиметров. В такой же сетке две боковины. Две боковины, соответственно, 40 сантиметров на 27,5. 40 на 27,5 две штуки. Задняя часть, соответственно, ширина 45, высота 27,5. Передняя часть из сетки 25 на 50, ширина 45. Сколько получается? 15, высота, 15, высота. В середине, вот у нее вверх, в середине мы выпилили окошко. Это будет у нас дверка здесь, да, чтобы птичка у нас туда проходила. И выпилили отдельно дверку. Дверка с нахлестом, она будет потом прижиматься к кормушке. Никак мы ее специально фиксировать не будем. Это у нас морда. Значит, для начала берем заднюю часть и берем дно. Собирать я буду вот таким инструментом под названием клипсатор. Если вам нужна одна-две клетки, да, то инструменты покупать совсем необязательно. Можете использовать для сборки обычные хомуты, стяжки, которые продаются в любом магазине электрики. Значит, соединяем дно. Дно клетки с задней части. Ячейк сверху, пять снизу. Всего ячейк 11. 27,5 сантиметров, я напоминаю. Помни, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь раз отмерь, один прикрепи. Правда, Ира? Угу. Девушки так никогда не делают. Вообще никогда так не делают. Крепим. Первое закрепили. На эту ширину штук шесть нам будет вполне для жесткости достаточной. Видите, как удобно. Он делает такие колечки, этот клипсатор. Вот. Поправляем, чтобы у нас было ровно. Ставим. Это у нас задняя часть, это у нас дно. Берем крышу. Берем крышу. Крепим крышу. Точно так же. А я бы, знаешь, как сделала? Я бы один край скрепила, потом другой край скрепила. А потом уже между ними. Но каждый делает так, как ему удобнее. Да что такое? Каждый раз, как видео снимаем, и начинает звонить телефон. А сейчас посмотрим, кто это звонит и зачем. Алло? Алло? Не слышно. Ура! Можем снимать видео дальше. А то сейчас там переварятся макароны. Выключай. Да, я сейчас выключу на всех случаях телефон на две минуты. Чтобы он нас не мучил. Значит, крышу мы прикрепили. Теперь бока. Теперь бока. Берем бок. Берем бок. И крепим. Вообще, конечно, инструмент это супер мупер. Потому что стяжками все это, конечно, подольше. Но, тем не менее, если одну клетку делаете. А если такую батарею, вот как, например, вот эту, как для подростковой у нас клетка, то это капец стяжками делать. Одну стенку прикрепили. Крепим вторую. Крепим вторую. Провернем для удобства. У нас сегодня вывод в двух инкубаторах, который вот на заднем плане ожидается. порядка полутора тысяч пинцов, дай бог. Для них вот мы мастрячим очередной брудок. И как всегда не успеваем. Как всегда не успеваем. Поэтому будем делать еще ящички. Ящички, куда же без них. Прикрепили боковые стенки. Теперь мы крепим дно в нужном положении. У нас задняя часть закреплена, пока это вот гуляет, да? Берем. Ир, видно тебя? Значит, смотрите. Вот у нас здесь оно крепится сзади, да? Видно? Значит, за три, за четыре секции от передней части крепим его на одну ниже. Крепим его на одну ниже. И дублируем на соседней. То есть на третьей и на четвертой на одну ниже. Дно у нас под углом, да, чтобы яйца скатывались. Повторяем эту процедуру на другой стороне. На другой стороне. Так, раз, два, три, четыре. Правильно? И еще одно. Все, нормальная у нас жесткость везде. Все нормально. Теперь переворачиваем. Переворачиваем, крепим дно. Крепим дно. Дно. Правильно положили? Как ты говорила, Ира? Сначала с одной стороны, потом с другой, да? Ага. Ага. А потом в серединке, да? Да. Понял. А я-то старый дурак. Вожусь, вожусь. Все делаю неправильно, оказывается. Да. Зато не надо все время поправлять. Зафиксировала с двух сторон, а потом уже серединку. Понятно. Век живи, век учись, да? Все равно по-своему делай. Послушай женщину и сделай все наоборот. Еще раз послушай. Осталось нам, посмотрите, она уже имеет достаточную жесткость, да? Вот я ее ворочаю со всей своей пролетарской ненавистью. Вот, осталась морда. Значит, смотрим. Вот это у нас в верхней части получается, да? Крепим мордочку. Как говорит Ира, сначала с одной стороны, потом, как говорит Ира, с другой стороны. И теперь ее в разных местах. Середину пока не крепим, там еще у нас будет дверка. Все, закончились. Закончились клипсы. Берем следующую кассету. И продолжаем. Вот, смотрите, что у нас получилось. Морда на месте, да? Здесь у нас прорезь 3 сантиметра получается. 3 сантиметра. Почему? Чтобы яйцо у нас проскакивало, не застревало. Дальше крепим дверку. Крепим дверку. Дверчик. Дверчик, как говорили наши азербайджанские строители. Причем строительство вообще для азербайджанцев не свойственно. Ну, я имею в виду здесь у нас в регионе. Но, тем не менее, вот у нас получилась такая вот открывающаяся дверка, да? Теперь, смотрите, что нам не хватает в этой великолепной клетке, сколоченной за несколько минут, да? На ваших глазах. Яйцо, упавшее сюда, в смысле прокатившись, может свалиться на бок. Для этого нам надо сделать ограничение. Вот у меня такие две напиленные сетки. Хочу уточнить, что это обязательно надо делать. Потому что намаетесь. Лучше сделать сейчас, чем потом придумывать всякие разные штучки. Яйца будут укатываться. И вот мы живенько один бортик уже загородили. Пока Ира рассказывала, для чего это делается. Попробуем также живенько загородить и второй. Воспользовавшись нашим прекрасным инструментом. Фанфары. Клетка готова. Пользуйтесь на здоровье. Теперь отдельное видео про то, как мы сделали кормушку. Насаживаем на место кормушку. Вот она у нас встала. Дверка у нас. Все, птички никуда у нас не убегут. А теперь смотрите, влезет, не влезет. Влезет, не влезет. Влезет, не влезет. Куда ему деваться? Может перевернуть его? Нет, первый раз пока еще это самое. Вот, у нас есть поддон, да? Великолепный поддон. Кормушка, клетка. Что нам осталось? Приз тому, кто сразу угадает. Правильно, поилка. Вот мы подготовили поилку, да? С ней есть... Никакой хитрости в ней нет. Это двойная китайского производства поилка. Вот она вот так вот, хоп. Вот это кусок 25-миллиметрового диаметра полипропиленовой трубы. С помощью обычного сантехнического утюга насадили мы на нее заглушку. Вставляем сюда. Здесь кусок такой же трубы, но вместо заглушки здесь муфта, штуцер 10 миллиметров диаметром для шланга, да? Это в том случае, если в вашем регионе не продаются специальные вот такие вот штуцера. Покажи, для этих поилок, да? Для птичек. Насаживаем просто под своим весом обратно. Не спаиваем. Ничего не спаиваем, ничем не сам, ничего не течь не будет. Просто если вдруг она как-то испортится, вот эта поилка... Выкинете ее, замените, ничего не ломая. Да. Дальше, поскольку... А почему одна поилка? Потому что крепко у нас на 10-15 перетелок, им этого будет вполне достаточно. Примеряем ее. Смотрите, что нам теперь нужно. Как она у нас будет. Вот она, например, будет вот здесь, да? Вот эти вот поперечины здесь будут мешаться. Мы их сейчас безжалостно с помощью, опять же, этой болгарки выпилим на ваших глазах. Для этого ее включим. Ай, убежала. Ирлев прям. Вот, смотрите. Вот она здесь поместится, да? С помощью стяжек, опять же, электрических, Мы ее клепим. Мы ее клепим. Притянули. Откусываем лишнее. Все, клепко готово. Осталось посадить птичек, насыпать корм, поставить сосуд для воды, да? И соединить шлангом с нашей поверхностью. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Обещаем, будет интересно. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok